День рождения. В чем смысл этого дня? Согласно еврейской традиции, мы сейчас поговорим только о практической стороне. Мы сейчас не будем вдаваться, скажем так, в философию. Мы об этом уже немножко говорили, это глубокая тема, может быть, мы еще к ней вернемся. Но сегодня поговорим именно о практической стороне, что нужно делать в свой день рождения или в день рождения детей. Как его правильно провести, чтобы все было хорошо. Семь сгулот. Сгула, это мы уже об этом, на эту тему говорили, что такое сгула. Общее правило, что у нас... Что в день рождения человека, повторяюсь, по еврейскому календарю, на человека спускается особое расположение Творца. Сила Духа. Куахруха негодоль. И благодаря этой силе, которая спускается на него, он может буквально творить чудеса. То есть он может изменить свой мозаль. То есть даже то, что ему предписано с небес, если он правильно проведет этот день, свой день рождения, то есть шанс, что он изменит свою судьбу на следующий год. То есть как бы день рождения человека – это как бы мини-рошашана. И наши мудрецы подчеркивают, что в этот день есть особый сгулот, особая возможность человека повлиять на свою судьбу. Вспомнив то, что просил Раф Мурдыхай Ильягу за царь от молодого раввина, чтобы тот в свой день рождения дал ему браху. Почему? Потому что в этот день человек может воздействовать на судьбу свою и тех, кто близок ему. Поэтому наши мудрецы говорят, что в этот день очень важно то есть чтобы изо рта только хорошее исходило и брахот, брахот – благословение всех, кому… Ну, он пишет так. Всех, кто близок ему, всех, кого он в этот день встречает. Понятно имеется в виду, кто ему близок. То есть мозаль человека, мозаль – тоже отдельная тема, что такое мозаль человека. То есть его сила духовная, которая воздействует на этого человека, он, скажем так, высок, и он, да, даёт возможность воздействовать ему. Первое, повторюсь, чтобы изо рта человека в этот день исходило только хорошее, и он давал брахот, благословение два. В этот день очень важно сделать хешбон-нефиш. Есть такое выражение хешбон-нефиш. Хешбон – это счёт, нефиш – душа. То есть посмотреть назад, как он вёл себя в течение года, и проверить, может быть, он что-то принял на себя сделать и не исполнил это, или он кого-то обидел, и ему следует попросить прощения у этого человека. То есть нужно ласот хешбон-нефиш. Это отдельная тема. Хешбон-нефиш. И каббала това шеадам ехоль лекабель. Каббала. То есть это то, что он принимает на себя. Каббала – это принятие. То, что он может взять на себя. В этот день. Это таанит дебур. Таанит – это пост. Дебур – это речь. То есть в этот день едабыр рак дворимшель к душа ваират шамаем. В этот день, чтобы он говорил только дворимшель к душа. То есть по-русски не переводится это выражение. Святые вещи. Что такое святые вещи? Тора, Талмуд, Медраж, ираат шамаем, мусар. То есть чтобы этот день был наполнен духовностью. Но духовностью в правильном понимании этого слова. Духовность – это близость к торе и к заповедям. Третье. Нагук бьем зе ля арбот битздака ле Талмидейха хамим. То есть в этот день принято больше давать дздаки Талмидейха хамим. Тем, кто занимается торой. Задака – это отдельная тема. То есть это реальная заслуга человека. То есть когда мы у Творца что-то просим, тут же открывается книга. Как бы так нам это Творец преподносит, чтобы нам легче было понять. Когда мы что-то просим у Творца, он, как бы, небесный суд открывает книгу этого человека и смотрит. Так, он просит. А он заслужил этого? Заслужил это или нет? И начинает его судить. Так вот, когда судят, это не очень хорошо. Поэтому нам Творец открыл, что нужно избегать того, чтобы тебя судили наверху. И мы об этом очень много говорили. Как избежать того, чтобы судили наверху? Это отдельная тема. Так вот, в этот день рождения, когда, ну, скажем так, у человека мини-рошашана, то есть его личная рошашана, то есть как бы вот он сейчас стоит перед своим личным Новым годом, и тут решается его судьба на этот год, личная, личная. И он в этот день хочет заслужить себе хороший год, следующий. Поэтому очень полезно давать Здаку вот в этот день, свой рошашана. На Талмидей Хахамим, на тех, кто учит Тору. Дальше. Мумлад Сломар Эт Мизмор Бет Бат Илим. Рекомендуется прочитать Второй Мизмор, то есть Второй Псалом. Потому что во Втором Псалме есть такие слова. Ашем Амар Элай бни ата. Всевышний сказал мне, сын мой, ты, а не гайом елад тиха. Я сегодня породил тебя. И после этого Мизмора обратиться к Творцу, обратиться к нему с лишними просьбами. У каждого свои. Пятое. Есть такие, которые в этот день одеваются по-праздничному. В Аф Лит Хадеш, Б Вегет Хадаш. И Лит Хадеш. Ну, не знаю, как по-русски это не переводится, на русский язык буквально. То есть, когда мы покупаем новую одежду или едим плод нового сезона, то мы произносим соответствующее благословение. Шейхияну. Так мы его называем. Шейхияну, чтобы в этот день сказать еще одно благословение, которое, да, соответствует этому дню. То есть, хорошо сказать Мизмор Таилим. То есть, два псалма. Например, человеку было 30 лет, и сейчас ему 31. Он читает два псалма. 30 и 31. И еще один момент, что есть особая сгула в этот день устроить трапезу. Только правильную трапезу, на которую пригласить мудрецов, и чтобы за этой трапезой звучали Деврей Тура, слова Торы, и Шевах Лакадош Буруху. «Хвала Творцу». Под трапезой имеется в виду трапеза во имя Творца, в благодарность Творцу, на которой звучат слова Торы.